Ваши аплодисменты, друзья! Вот, позвали выступить. Открыли микрофон, выступали. Рассказик называется «Аммиго». История про Канкун в Мексике. Пляж принадлежал гостинице. Нелегально все пляжи Канкуна принадлежат гордому народу мексиканской республики. Чужие там попадались редко, если не считать, что за две недели до нашего проезда один из работников гостиницы застрелил другого прямо на этом пляже и был один. Однако никаких криминальных следов на беске, кроме нескольких удивленных ревью на триб-адвайзер, нашему приезду не осталось. Я в каждом новом месте люблю пройти в сторону от центра отдыха, посмотреть, что и как. Вообще, я люблю гулять в основном в гугл-картерсах. Кто сейчас не любит? В метрах в 400 на север был виден пирс с корабликами на близлежащий остров. Он и стал целью моей реальной прогулки. Бирюзовое море слева, белый пляж справа, водоросли. Их чистят вод для гостей все водоросли. В Канкуне водоросли, поверьте мне, везде. Метров через 200 со мной поронялся местному виду паренек и сказал «Омега». Оценив мое нежелание вступать в диалог, он продолжил «Фрэнд». И чуть помедлив, перешел на третий язык. Друг. Ну, блин, подумал я, идешь ты в шортах, в дорогих, по скидке, но в дорогих очках. В американских бейсболт, бейсболт, это пилет, купленный кренок в трокстопе в Арканглассе. Ни тебе сгоревшего пуза, ни медведя на цепи, ни даже бутылки водки в кармане. А тебе сразу друг. Нет, обязательный крик «Выйди из воды! Выйди из бассейна! Сейчас же я сказала!» Время от времени доносился до лежака в гостинице. На очередь. Буквально пару раз за две недели. И хотя в меню ресторана лисело на пяти языках, включая русский, до исторических соотечественных было откровенно мало. Я улыбнулся в ответ. Он, обрадованный тем, что угадал антропологическую принадлежность собеседнику, продолжил. «Друг, травку хочешь?» И, исчерпав словарный запас великого и могучего, добавил «the best in Cancun». Это первый рассказок был. А второй совершенно свежий. Браво! Опять же, ничего не придумано. Я просто читаю новости здесь, в Англии. Рассказик пошел по набору такой. Я их назвал, все это рассказики. Милые, старые, добрые английские новости. В начале мая в Англии проходили выборы в местные советы. Знаете, да? Это 3 или 5 мая. В день выборов, сам день, в 8 часов вечера, основной прецедент на пост премьер-министра Борис Джонсон написал в своем твиттере. Я только что проголосовал за консерваторов. Проголосуйте тоже. Осталось 2 часа, чтобы это сделать. Ну, правильный призыв честного ответственного политика, правильно? Да. Да? Вот оказалось, что только выборов в его округе в этот раз не было вообще. И он срочно потер это политическое картонное вранье, меньше чем через минуту после того, как оно появилось в твиттере. Я выложил эту новость себе в фейсбук и получил совершенно гениальный комментарий. Мало ли, что не было выборов, что джентльмен уже проголосовать не может, что... Еще короткий рассказ. Тоже про Канкун, называется View. Я жил в красивой гостинице, в красивой 17-этажной гостинице на 11-м этаже основного здания. Это если смотреть прямо на море. А если чуть правее, горизонт загораживало стороннее крыло здания с большими такими верандами на торце. Эти веранды были с open-air bathhouse, такими двухместными джакузи на открытом воздухе. Так вот, в одном из этих джакузи на восьмом этаже пять дней подряд сидела голая женщина с бокалом выпуски в руке. Пять дней. Видимость моего балкона была не ахти. Мешали перила, расстояние и мужик. Его частями было видно, когда он обслуживал ритуал вылезания из ванны. Он подходил и осторожно брал бокал. Я видел кусок шорт, руку, иногда поднос, женскую прическу, мокрую и черно. Потом появлялось полотенце. Сначала большое, а через два дня уже, наверное, то, которое попадалось под руку. Женщина, качаясь, хваталась за это полотенце и делала два дела одновременно. Она одновременно вставала и прикрывала свои прелести. Получалось почти всегда только одно действие из двух. Она либо вылезала из ванны с полотенцем на левом плече, либо с брызгами бухла собраться, полностью завернувшись. Я думал, хороший отпуск — пять дней в ванне с шампанским. Я прочитаю короткие такие вещи. Это не отдельные рассказы, просто мысли отдельные. Я уезжал, была милая теплая осень, а вернулся какой-то противный туман и холодно. Ничего нельзя на вас оставить. Реальная совершенно вывеска в ресторане, на пляже, на русском языке в Турции. Мы оставляем за собой право не обслуживать людей в трусах. У меня есть дочка, 13 лет, сейчас уже 14, но когда это было, ей 13 было. Рассказываю дочери 13 лет по поездку в Брайтон-Вагнерс. Ездил, говорю, на гей-парад смотреть. Тишина сначала. В ответ получаю два вопроса — взрослый и детский. Сначала с таким налетом удивления. Зачем это тебе? А потом сразу, без перерыва, а флажок, да? Я тоже плохо слышу, ношу слуховые аппараты. Вот у меня за лучшим. Я почти ничего не слышу, когда их нет. Поэтому я всегда спрашиваю, можно ли их снять. Я нашел слуховые аппараты, без них ничего не слышу. Можно я сниму аппараты, спрашиваю вечером? В ответ слышу уверенное — можно. Все, что я хотела сегодня сказать, я сказала. У меня есть еще один, можно? Честно, один последний. Это про мое детство. Оно прошло в Советском Союзе, в маленьком, запыленном узбекском городке, который называется Андижан. Называется разностороннее обучение, раскат. В музыкальной школе я проучился 4 дня. Мама считала, что еврейский ребенок просто не может не быть музыкантом. Эту мысль не смог поколебать даже тот факт, что в комбинации моего ДНК не нашлось места до цепочки нуклеидов, ответственной за музыкальный слух. Там также нет предпосылок, например, к тяжелой атлетике. Ну нет. Но если еврейский мальчик может не быть штангистом, то музыкантом он будет обязан. Семь лет, как и все прочие советские дети, я был записан в музыкальную школу по классу фортепиано. Выучил песню и пару недель пытался повторить на слух, выстукивая ее по столу. Это было чай, сорпези. Надо было выступить. В день экзаменов меня приняли. От страха. Повторить ритм я так и не смог. Зато я пел не чебурашку, а оперную арию. Экзаменаторы потом долго лечились от потрясения. Во мне было метр двадцать роста и тридцать пять килограмм веса. Без голоса. Апера для баритона по контрасту с мелким исполнителем сделала свое дело. Школу меня взяли. Только не на фортепиано. Там все места были куплены заранее. А на аккордеон. Смены инструмента маму не смутила. Она взяла аккордеон на прокат. Почти самый последний и почти самый большой. Первое домашнее задание было тяжелым и технически сложным. Я садился на крепкий дореволюционный стул. На меня ставили аккордеон. Четырнадцать килограммов аккордеона на тридцать пять килограмм моего веса. Партитура с нотами поднималась высоко, чтобы я мог ее увидеть. Мама располагалась стратегически справа в районе движущейся части инструмента. Она растягивала и сокращала меха. Я сам этого делать не мог. Смотрите с носку про штанги. Ноты. Эти палочки с кружочками, которые до сих пор у меня никак не ассоциируются со звуком, разбирались сообща. Музыка выходила эпическая. Я уверен, все кошки города Алижана думали, что настал март. Стул выдержал четыре дня занятий. На пятый день мебель, пережившая набеги босмачей Ферганской долины, развалилась. Знак сверху. Из музыкальной школы меня забрали, аккордеон вернули в прокат, а мама переключилась на сестренку. Спасибо.